Добрый день! В эфире CBC информационная передача «За Каспием» с вами Эльна Ралиева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспи расскажем прямо сейчас. Азербайджан и Казахстан обсудили подготовку соглашения о стратегическом партнерстве в сфере энергетики между двумя странами. Об этом было заявлено в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с казахстанским коллегой Алмасадамом Садкалиевым. Узбекистан и Исламский банк развития усиливают сотрудничество. На текущий момент в стране реализуются 8 проектов общей стоимостью 1,2 млрд долларов. Разрабатываются еще 4 перспективных проекта на сумму 434 млн долларов. В Кыргызстане стартовала новая фаза реализации зеленых проектов. Европейский банк реконструкции и развития выделил на эти цели 50 млн евро. Средства будут направлены на кредитование проектов в сфере сохранения энергоэффективности зданий, возобновляемых источников энергии, водоснабжения и ирригации. Азербайджан и Казахстан обсудили подготовку соглашения о стратегическом партнерстве в сфере энергетики между двумя министерствами. Об этом говорилось на встрече министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с коллегой из Казахстана Алмасадамом Садкалиевым. Высоко оценено сотрудничество между Сокар и Казмунайгаз, которые предпринимают практически меры по многостороннему транзиту казахстанской нефти через Азербайджан. В частности, речь шла о реализации соглашения о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в год по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Объемы поставок будут постепенно увеличиваться. Кроме того, министры изучили ход работ по проекту экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Азербайджан и далее в Европу. Такое соглашение было заключено в прошлом году на встрече представителей Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Обсуждены шаги для начала подготовки технико-экономического обоснования проекта подводного кабеля, соединяющего энергосистемы Кавказского региона и Центральной Азии. Казахстан и Азербайджан создадут совместный инвестиционный фонд. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе 20-го заседания Казахстанско-Азербайджанской межправительственной комиссии в Истане. Азербайджанскую делегацию на заседании возглавлял министр энергетики Парвиз Шахбазов. Одной из главных задач фонда будет развитие портовой инфраструктуры обеих стран. Ратмир Убраев продолжит. В ходе заседания был обсужден широкий круг актуальных вопросов. В частности, особое внимание, конечно, уделяется развитию международного транспортского маршрута. Его объем за прошлый год увеличился на 65%. В целом, в части транспортной отрасли объем перевозок между Казахстаном и Азербайджаном увеличился в полтора раза и составил больше 4 миллионов тонн грузов. В основном перевозится угольный концентрат, руда, металлопродукция, нефть сырая, нефтепродукты. Из Казахстана через Азербайджан, и в Азербайджан, и далее по транскаспийским журнам транспорта. Казахстан и Азербайджан намерены также расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе. Стороны обсудили увеличение транзитных объемов казахстанской нефти по различным маршрутам. Транзит энергоресурсов через Азербайджан. У нас есть договоренности, мы возобновили транзит нефти через Азербайджан. У нас есть конкретное понимание дальнейшего разрешения увеличения этого транзита. Сотрудничество в области возобновляемой энергетики, что очень актуально. У нас имеются, конечно, инвестиции из Казахстана в Азербайджан, из Азербайджана в Казахстан. Но я уверен, что там имеется также и огромный потенциал для дальнейшего развития. Особый вклад в развитие двусторонних отношений вносит комплексная программа между Казахстаном и Азербайджаном на 2022-2026 годы, подписанная главами государств. В ее рамках будут проведены работы по цифровизации транскаспийского маршрута, созданию единого логистического оператора и наращиванию портовых мощностей. Немаловажен также проект прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В этом году в рамках развития портовой инфраструктуры мы планируем начать строительство контейнерного хаба в порту Ахтау. Как вы знаете, также особое внимание уделяется развитию портовой инфраструктуры и новых терминальных мощностей в порту Курык. Азербайджанской стороной тоже реализуются свои проекты по наращиванию портовых мощностей. В целом, вот сейчас у них есть большой проект, это по развитию второй фазы порта Аляд. Это значительно позволит увеличить нашу пропускную способность по маршруту. Благоприятное географическое расположение Алядской свободной экономической зоны, находящейся рядом с Бакинским международным морским торговым портом, создаст новые возможности, особенно принимая во внимание тот факт, что резиденты будут осуществлены от уплаты всех видов налогов. Заседание межправительственной комиссии проводится в преддверии официального визита президента Казахстана Казамжимарда Токаева в Азербайджан 11 марта. Следующее 21-е заседание комиссии пройдет в Баку в 2025 году. В Кыргызстане стартовала новая фаза реализации зеленых проектов. Деньги выделил Европейский банк реконструкции и развития. 50 миллионов евро пойдут на кредитование проектов в сфере сохранения энергоэффективности зданий, возобновляемых источников энергии водоснабжения и ирригации. Подробности в материале нашего корреспондента Екатерины Токамбаевой. Около 60% всей энергии, выработанной в Кыргызстане, идет на нужды отопления жилищного сектора. Результаты мониторинга показали – самые большие потери электричества именно в этой сфере. В большей части зданий они достигают до 70%. Лет пять назад ситуация была еще хуже. Правильно использовать энергию властям страны помогает Европейский банк реконструкции и развития. Специально для этой цели была запущена программа финансирования устойчивой энергетики – Керсеф. В первой и второй фазе были реализованы порядка 3355 проектов по сохранению энергоэффективности зданий. Он показал свою эффективность при реализации. И непосредственно советом директоров банка было принято решение о продлении данного проекта по заявке Кыргызской Республики. И проект реализуется уже в третьей фазе. В первых числах марта стартовала третья фаза Керсеф. Финансирование увеличено до 50 миллионов евро. Список проектов, на которые можно получить в рамках нее кредит, тоже увеличился. Кроме сохранения энергоэффективности зданий, теперь в приоритете еще и водосберегающие технологии, проекты в области ригации и инициативы в сфере возобновляемых источников энергии. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Министерством энергетики по возобновляемым источникам энергии. Мы видим очень хороший потенциал здесь, в Кыргызстане, как в области гидроэнергетики, так и солнечной ветровой энергии. На льготные кредиты от ЕБРР в рамках программы финансирования устойчивой энергии могут рассчитывать и представители малого-среднего бизнеса Кыргызстана. Меценаты посчитали, что им необходимо помочь адаптироваться к изменениям климата. А чтобы бизнесменам было проще ориентироваться в зеленых технологиях, запустили международный сайт-каталог. На этом сайте размещены высокопроизводительные технологии, которые прошли предварительное одобрение. Предприниматель может выбрать нужную ему технологию и получить кредит на ее внедрение. На данный момент в Кыргызстане готовятся к реализации свыше 10 крупных зеленых проектов. Большая часть из них относится к сфере энергетики. Так, на Иссыкуле будет построен ветровой парк, запущена солнечная станция. Из того, что уже на стадии реализации, модернизация парка автобусов с нулевыми выбросами в двух крупных городах страны. Запуск мусороперерабатывающего завода в столице Кыргызстана и установка системы геотермального отопления и охлаждения в одном из вузов республики. Финансовую поддержку в реализации зеленых проектов в стране оказывает ЕБРР. В прошлом году институт на эти цели выделил 40 миллионов 800 тысяч долларов. Текущие проекты, которые реализуются в сфере инфраструктуры, обеспечения чистой питьевой воды, поставка электробусов для городов Бишкек-Ош. Кроме того, это проекты в сфере энергетики, финансируемые банком. Это дорожные проекты объездной вокруг Иссыкуля. Активные вливания Европейский Союз делает не только в экономику Кыргызстана. Иностранные ЕС обеспечивают более 42% всех прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию. Кроме того, Евросоюз сейчас серьезно нацелен на построение умного транспортного коридора, который соединит Европу и Центральную Азию. В рамках этой инициативы Брюссель намерен выделить 10 миллиардов евро для устойчивого транспортного сообщения в регионе. Интерес Европейского Союза к Центральной Азии эксперты объясняют тремя причинами. ЕС стремится скорректировать свой статус второстепенного игрока в регионе, который формировался в течение последних 30 лет. Во-вторых, реализовать свои геоэкономические амбиции, а именно построить энергетические и транспортные связи между двумя регионами. Ну и в-третьих, нивелировать афганские угрозы. Ведь Центральная Азия – это своего рода буферная зона между Афганистаном и Европой. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек. Специально для CBC из Кыргызстана. Кыргызстан планирует реализовать проект цифрового СОМа. Об этом заявил председатель Национального банка страны. Цифровой СОМ – это дополнительная форма национальной валюты. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, а обмен между пользователями будет происходить путем перемещения с одного цифрового кошелька на другой через банковскую инфраструктуру страны. Проект цифрового СОМа В 2022 году Центробанк Кыргызстана принял концепцию цифрового СОМа, в которой отражена модель ее реализации. Решения о внедрении цифровой национальной валюты должны принять до конца 2026 года. Как ответил глава регулятора, это новшество даст ряд преимуществ населению, бизнесу и государству в целом. Туркменистан на пороге членства в организации тюркских государств. О том, что Ашхабад может стать частью тюркского мира, заявил председатель Народного совета страны Гурбангулы Берды Мухамедов в рамках третьего дипломатического форума в Анталии. Предполагается, что данное заявление будет сделано в ходе саммита глав государств в Ашхабаде. В настоящее время Туркменистан имеет статус наблюдателя в ОТГ. Тема обсудим с политологом Бакетом Бакетаевым. С нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Бакетаев. Добрый день. Как известно, Туркменистан единственное тюркоязычное государство Центральной Азии, которое не является членом организации тюркских государств, а остается лишь наблюдателем. Почему же за все это время Ашхабад так и не вступил в этот альянс? Что же изменилось сейчас, что в Туркменистане рассматривают возможность вступления в ОТГ? Туркменистан, как известно, страна, которая придерживается нейтральной позиции. Более того, он создает некое такое содружество нейтральных государств. И поэтому активизация Туркмени в тюркоязычном союзе говорит о том, что сейчас ситуация в Бире складывается не совсем, скажем, адекватная. И поэтому вот это вот притяжение тюркоязычных государств, оно является совершенно естественным в том, чтобы защищать интересы страны совместно с другими странами. И особенно есть притяжение некое между тюркоязычными странами, потому что есть какая-то метафизика, которая нас притягивает. Ну и, конечно, мы находимся на одной геополитической, скажем, территории, связанной друг с другом. Поэтому думаю, что настало время, и Туркмения, в отличие от, ну, с тюркоязычным союзом, они будут иметь более, скажем, активные позиции, чем в других международных институтах. Ну вот как вступление Туркменистана в организацию тюркских государств в целом повлияет на дальнейшее сотрудничество сторон тюркского мира, учитывая то, что в этот момент затронули. И, в частности, интересен, опять-таки, момент усиления роли этого союза в вопросе глобальных вызовов, потому что сейчас, как мы видим, уже достаточно активно об этом говорится. Да, я думаю, что, еще раз хочу повторить, что время сейчас требует каких-то реформаторских идей. И поэтому Гурмангулы, Вердаму Хамедов, он это чувствует. И думаю, что Туркмения в ближайшее время будет более активно участвовать, особенно в союзе тюрк-язычных государств, потому что оно имеет очень большие интересы. Очень большие интересы в регионы, транспортные и другие экономические связи, без них сейчас никак, поэтому думаю, что это позитивное выступление на последнем анталийском, скажем, конференции тоже Гурмангулы Хамедов выступил. Поэтому, думаю, что время настало для более интеграции тюрк-язычных государств. Если сейчас это мы как бы затянем, тогда в общей такой геополитической ситуации наши страны могут потерять многое. Да, учитывая то, что решение этого вопроса ждали очень многие, в частности стран Центральной Азии, за то, чтобы Туркменистан стал полноправным членом данной организации, давно и достаточно активно выступает и Турция, которая сегодня также претендует на роль газового хаба Европы. В чем же, на ваш взгляд, здесь главный источник турецкого интереса? Ну, Турция 70 лет ждала этого объединения, когда мы были еще членами Союза Советских Республик. И после этого Турция всегда занимала позицию объединения к совместным усилиям. И вот эта наша, скажем, философия, она нас объединяет. И думаю, что в ближайшее время то, что будет Союз более интегрирован, это однозначно будет. И думаю, что положительно повлияет не только на наш регион, но и на другие страны, регионы, для того, чтобы можно было бы решать многие вопросы мирным путем, путем переговоров. И поэтому Берду Мухаммедов особенно отметил то, что, например, центр дипломатической, значит, при ООН, находится в Ашхабаде. И тоже в настоящее время они озабочены то, что в мире многие вопросы решаются не путем переговоров, а путем эскалации, военной эскалации. Ну что ж, спасибо вам большое, что подключились к нам. С нами на связи был политолог Бакет Бакитаев. Продолжаем наш выпуск. Узбекистан и Исламский банк развития обозначили перспективные области сотрудничества в приоритетных отраслях экономики. Об этом говорилось на встрече министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с делегацией, возглавляемой руководителем регионального офиса банка Ибрагимом Шукре. Рассмотрим прогресса в реализации совместного портфеля проектов. Подробно обсуждены возникшие проблемы и предложены меры их оперативного решения. На текущий момент совместно с Исламским банком развития в стране реализуются 8 проектов общей стоимостью 1,2 млрд долларов. Разрабатывается еще 4 перспективных проекта на сумму 434 млн долларов. Накануне в центре Гейдара Алиева в Баку состоялась международная выставка художников тюркского мира под названием «Том Рис». На мероприятии были выставлены работы известных азербайджанских, казахских, узбекских, кыргызских и турецких живописцев. Презентация выставки «Том Рис», состоящая из произведений художников тюркского мира, прошла при совместной организации Министерства культуры, Центра Гейдара Алиева и Тюрксой. В мероприятии приняли участие ряд известных политических, общественных и культурных деятелей Азербайджана и тюркских стран. Организаторы выставки рассказали зрителям о личности «Том Рис» и важности ее интерпретации в современное время для сегодняшнего поколения. «Том Рис – особенный образ для тюркского мира. Этот образ внес вклад в наше культурное наследие. Том Рис жила на этих землях и получила титул первой женщины-правительницы тюркских народов. Здесь, на выставке, мы видим разные взгляды живописцев на образ Том Рис. Я считаю, что сама эта выставка является символом равенства и дружбы тюркских народов. Мне всегда очень приятно находиться здесь, в Баку». На выставке было продемонстрировано 35 работ 20 представителей искусства из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Турции. По словам участников выставки, Том Рис, как историческая личность, сочетает в себе образ правительницы, полководца, а также матери. И поэтому ее место в турецкой истории и культуре уникально. Именно это хотели передать авторы в своих живописных произведениях. «Это правительница, объединившая весь тюркский мир. Она наша героиня. И особенно радует, что эта правительница жила на древних азербайджанских землях. Она мать всего тюркского мира. Сегодня мы впервые посвятили в честь матери тюркского мира Том Рис выставку. Я позвонил друзьям из Узбекистана и Кыргызстана и узнал, что во всех тюркских государствах этот образ правительницы как героини сформировался и принял решение пригласить их в Баку. Я давно думал о том, чтобы создать образ Том Рис, потому что тюрки называют ее Том Рис-Хатун, а мы обращаемся к ней как к матери Том Рис. Это образ женщины и, по моему мнению, тюркская женщина должна быть именно такой, то есть смелой и гордой». Том Рис – сакская царица Массагетов, жившая в VI веке до н.э. История жизни Том Рис и ее победа над ахименицким царем Киром была хорошо известна в античном мире и стала легендой. Писатели античности Страбон, Кассиадор и Ордан и Полиен писали о ней. «В первую очередь я хочу сказать, что моя мечта сбылась, потому что мои картины сейчас выставлены в центре Гейдара Алиева, поэтому это наконец-то свершилось. Это для меня большая честь и гордость, что выставка проходит именно здесь, в этом центре. И я очень люблю Баку, уже в последнее время я часто сюда приезжаю и надеюсь, что буду всегда сюда приезжать и буду чувствовать себя здесь тоже как дома». История Том Рис была отражена и в западной культуре. Художники Лука Феррари, Гюстав Моро относятся к числу тех, кто изображал Том Рис и важные события ее жизни. Том Рис является одной из центральных фигур тюркской истории. Ее образ в 21 веке благодаря тюркским художникам, писателям и другим деятелям искусства приобрел совершенно новый вид. В Баку прошел фестиваль халяльной продукции «Аманат». На мероприятии были представлены одежда, косметика, парфюмерия, предметы быта, вышивка, произведение искусства. Продукты питания участников не только из Азербайджана, но и других стран, таких как Казахстан, Россия и Катар. Активными участниками мероприятия стали гости из Казахстана, которые представили одежду и другую продукцию локального производства. Гости фестиваля высоко оценили проведение Азербайджана мероприятий, которые способствуют росту подобной индустрии и развитию сектора малого предпринимательства. Количество женщин с направлением моды ствешн с каждым годом все больше и больше. Также, конечно же, это пересечение культур, традиций. Мы привезли новую коллекцию весеннюю, где будем показывать наше видение красоты. Коллекция называется «Цветущая магнолия», где у нас будет как раз-таки отражена именно элегантность и стиль мусульманской женщины. Мы очень рады, что в этом году получается привести такое замечательное мероприятие именно в Азербайджане, где очень сильны традиционные ценности. Рынок Азербайджана, я считаю, очень перспективным и тоже растущим в этом направлении. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели самые актуальные новости по ту сторону Каспи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова